Я ФСБ, на самом деле, это спецоперация Путина, умер его двойник, все пока не знаю. Патруш со всеми договорились, обо всем исполнении есть договоренность со всеми фигурантами. Только что четыре машины в кортеже с мигалками и три машины ментов с мигалками заехали на территорию Кремля. Это в том числе было видно на веб-камерах. Вот видите, вот это интересная информация. Внимание, в данный момент происходит попытка государственного переворота в России. Президент России Владимир Путин умер сегодня вечером в резиденции на Валдае. В 20.42 по московскому времени врачи прекратили реанимацию и констатировали смерть. Сейчас врачи заблокированы в комнате с трупом Путина. Их удерживают сотрудники Службы безопасности президента по личному распоряжению Дмитрия Кочнева, который находится на связи и получает инструкции в секретарях Совета безопасности РДФ Николая Патрушева. Охрана двойника президента усилена, идут активные переговоры. Любая попытка выдать двойника за президента после смерти Путина – это государственный переворот. Вот такая у нас история. Я связался с Виктором Михайловичем по скайпу. Задал ему вопрос, насколько проверенная информация. Он не ответил на 100%. Я ему предложил сразу сегодня сделать стрим. Он говорит, пока что еще рановато вроде бы, надо подтверждение. Мы завтра с ним будем созваниваться и списываться рано утром. Вот. И, может быть, проведем совместный стрим завтра экстренный. Ну, по согласованию, как получится. Не знаю, может быть, даже и утром или в течение дня. Вот. Так что, в общем, вот такая информация. Ну, за шампанским. Сходил за шампанским зимня бетона Владимиру Карлановичу. Вы знаете, я думаю, что рано все-таки нам еще шампанское открывать, потому что надо все-таки получить подтверждение железное, что все это дело произошло. Да, но то, что на днях генерал Сверф написал в своем телеграм-канале по поводу клинической смерти и, значит, остановки сердца, это все-таки прошло по всем мировым СМИ. А, кстати, Песков, вы знаете, вот самым верным подтверждителем, подтверждением всего этого дела для меня, и больше всего, что меня смутило, выход Пескова. Потому что Песков всегда врет. И если Песков сказал, что все нормально со здоровьем и даже выше посвятил этому специальный выход в прессе, то вот это совершенно ненормальная вещь. Потому что Песков никогда не будет выходить без повода, значит, если он вышел, то что-то там случилось на самом деле. Я это объяснял сегодня в нескольких интервью, что если он вышел, то просто потому что сообщение на канале генерала Сверф, который был три дня тому назад, оно обошло так много мировых СМИ, что Пескову пришлось выходить, значит, и оправдываться. Плюс совсем недавно была какая-то информация, какая-то там тетенька вроде ясновидящая сказала, что 26 октября будет какая-то бодяга. Вот у нас сегодня 26 октября было, и, значит, видите, вот произошла такая дело. Откуда у нас информация? У меня информация с канала генерал СВР. Не знаю, что мы, надо сказать, повод и так далее. Да, вот тогда выйдет двойник Путина. Да, ну вот разговор идет о том, что, значит, кто будет выходить. Кабаева на взлете, да, аминь. Прямой эфир, Сергей, в первый раз. Нет, не в первый, в третий, по-моему. Ну, в общем, редко я их сделаю, просто они у меня никогда не шли, а вот сейчас я поменял телефон, и вроде у меня теперь крутой телефон, который позволяет все это дело делать. Генерал Сверф не будет зря писать. Ну, да, знатмение было, видите, вот. А что за знатмение? Напишите, что верю генерал Сверф сказал, сдох, значит, сдох. Дефицит Сампанского обеспечен по всему миру. Вторая Великая Октябрьская революция. Кстати, революция Октябрьская была годовщиной вчера, 25 декабря, да, где его похоронят. Ну, для того, чтобы узнать, где похоронят, надо сначала узнать, а умер ли Вовик и умер ли тот ли. Зачем грустная лошадь ездила в Беларусь? Вот сюда. А зачем Хамас приехал в Москву? Да. Оперативно, однако, да, спасибо. Лунное затмение. А, лунное затмение было, окей. Надо следить за самолетами, если это правда, должны некоторые ломануться. Да, вот, кстати, это хорошая, хорошая, хорошая вещь, да, действительно, радар, флайер-радар. Если у вас народ, если вы умеете за ним следить, потому что я-то не умею ничего, вот, надо следить за флайер-радаром, потому что сейчас, конечно, ломанутся борты в Москву. Двойника, значит, я из Франции, но если это заявляется, думаю, что правда вместе с Песковым, слава богу. Хочется верить, умер ли двойника, может быть. А что будет происходить в Россиенке, на ваш взгляд? Ну, я, значит, говорил такую вещь, что если у них есть консенсус между собой, значит, по поводу Мишустина, то Мишустина нам объявит, значит, о том, как Соловей мог за ним не знать, он написал, что специально назначил свой закрытый эфир на 26 число. Вот интересная вещь. Но вы же помните, что еще Андрей Космач говорил, что не позже осени этого года произойдет что-то такое, и что Путин не переживет эту осень. Это все было сказано весной в этом году. Вот откуда все это дело идет. «Смотрю генерала два года, пока не ошибался, не верить смысла нет». Ну, в общем, да, довольно многие вещи сбывались, хотя у меня там с ними расхождения были, потому что я считал, конечно, что двойника больше показывают на публику, когда не надо Путина подставлять под автоматы. «Зачем им нужен фейк? Что ждет россиян в ближайшее время?» Да россиян ничего хорошего в ближайшее время ждать не может, да, потому что это понятно совершенно. Вот. «Какое временное расстояние, по вашему мнению, между смертью Пу и окончанием войны?» Ну, война нужна была только Путину, да, но все равно сразу прекратиться это не может. Но я так думаю, что если действительно это смерть, то, во-первых, там дня три-четыре, пока все устаканится, пока похоронят, вот, а потом, ну, на следующей неделе, наверное, будут решать, если действительно это все правда. Значит, вся Лубянка стоит на ушах, сейчас должны то ли, значит, подъезжать. Про смерть Сталина не сразу объявили. Да, смерть Сталина там держали несколько дней, вот, кстати, вот я в своей, в одной из своих книжек рассказывал, как про смерть Косыгина не объявляли. Да, это было, он умер там 18 или 17 декабря 1980 года, или 81, что-то я уже даже сомневаться стал. Вот, а там был день рождения Брежнева 18 декабря, и плюс Андропов справлял, значит, 20 декабря день чекиста. И, значит, объявили смерть Косыгина только в понедельник 21-го, потому что я помню, это был пятница 18-го, по-моему, числа, вот год уже засомневался, 80-й или 81-й. Вот, быстро ли закончится война? Ну, я так думаю, что быстро, в течение недели, наверное, объявят, что закончится война, если действительно умер. Вот, дальше все будет зависеть от того, кто станет на его место, кто сядет на место Путина. Генерал ни разу не подводил с инфой. Через несколько лет в России будут говорить, Путина на вас нету, да. Если это правда, сколько времени я это буду скрывать? Ну, несколько дней могут скрывать, но, видите, если опубликовал канал Генерал СВР, значит, уже сегодня ночью все средства массовой информации начнут перепечатывать. Вот, и завтра будет, завтра будет шухер большой, значит, завтра напечатают наверняка New York Times, Washington Post, которые всегда его перепечатывали. Вот, кто с Валдая, подтвердите инфу. Да, действительно, может, с Валдая там деревни какие-нибудь, там же вокруг, правильный, кстати, ответ вопрос, Андрей В., кто с Валдая, подтвердите инфу. Потому что, кто действительно на Валдае сейчас, у вас там, если люди есть прямо в этих местах, они знают, вот они увидят там, потому что должны мигалки всякие, машины бегать, там, я не знаю, люди с оружием, там и так далее. Тяпнуло 100 грамм Ксюша Кузнецова. Молодец, да, нашей украинской, да, горилки, значит, наверное, да. Вот, но я пока еще ничего тяпнуть не хочу, хотя вот у меня такое крепкое-то есть. А вот шампанского, к сожалению, нету, нечего ставить. Шереметьево не принимает, похоже, прилетающий самолет и в сторону уходит. О, вот Олег Тар, а это вот, скажите, если вы можете, источник того, откуда у вас это вот, что Шереметьево не принимает, и что самолет уходит в сторону. Вот, потому что, конечно, вот это будет самое интересное. То есть самое интересное сейчас, вот люди, вы не, это самое, не бочки на меня катите, а если вы владеете материалом, то смотрите флайер-радар российский. Вот кто сейчас куда летает. Вот это самая-самая проверенная вещь. И в Москве, вот если люди есть в Москве, которые живут там рядом с Лубянкой, рядом с Кремлем, значит, в Москве снег, но погода не критичная для самолетов. Чеченские машины начали движуху по улицам, Егор написал, да. Откуда вы знаете, что чеченские и по каким улицам? Ну-ка, детали давайте. Еще вопрос. Это Путин все или двойник, тройник, переходник? Да не знаем пока, господи, не подведи. У Путина была остановка сердца, то, может, она у него и настоящая была, и, может, просто его в холодильник положили, а сейчас вот решили об этом деле дело озвучить. Вообще, да, это старая история, там говорили, что основной-то вообще умер в 2006 году. Вообще это не Путин, это уже давным-давно двойник. Вот, медийная смерть состоялась, да. Ну, я так думаю, что, в общем, это... На этой неделе в любом случае уже было одно сообщение. Сейчас второе, так что, в общем, я так думаю, что в Кремле они с ума сойдут, потому что если Песков уже вылез, значит, вылез уже с разъяснениями, то жаркая ночка будет, Сергей. С Москвы вылетают самолеты, а на посадку не пускают минимум три борта. Окей. Да, это интересная информация. Но, видите, у вас там снег идет в Москве, поэтому не пускают, может быть, из-за снега. Внуковой Шереметьево задержка на взлет 35 минут. Окей. Вот это интересная информация. Самая интересная информация сейчас либо самолеты. Нам надо смотреть за самолетами. То есть смотрите за самолетами. Вот если самолеты действительно начинают не принимать... Ну, в Москве из-за плохой погоды, вот надо посмотреть еще там Питер, потому что Валдай еще и Питер может быть, да. И чего там еще близкие, какие аэродромы рядом. В Твери, по-моему, никакого аэродрома такого международного, большого. Вот. Поэтому... И плюс надо смотреть, вот сейчас Кремль, Лубянка, машины. Да, вот те, кто живут в Москве, близко, в центру, или по главным магистралям, там, я не знаю, там, Калининский проспект, там, Кутузовский, то есть то, что идет к Кремлю, Ленинский проспект. Вот нет ли каких-то, какого-то подозрительного движения машина, увеличений, с мигалками, или вокруг... В Москве мороз и пробки огромные сегодня. Вот так вот. Ну, да, потому что у вас мороз и снег, естественно, пробки. В России, значит, что там... Я посмотрел на Орбана, я, да, тоже посмотрел бы. Вот. Значит, в Москве тихо, салютов не слышно. Ну, а какие салюты? На Днуково по флай-радару самолеты кружатся. Вот срочно из бункера слышно рыдание Кабаевой, да. На всю Россию рыдает, да. Вот. Самолет Пригожина приземлился пять часов назад в Москве. Ну, это хорошее, конечно, Эдуард Фотул нам написал, значит, троллинг такой, да. Потому что если Пригожин... Вот если Пригожин сейчас выйдет в прямой эфир, тогда уж точно Путин понял. Видите, тиран мертв, соловья. Что там Байден следит за ситуацией? Ну, конечно, Белый дом следит за ситуацией. Соловей написал, что оно сдохло, видите. Вот, значит, подтверждение есть. Тиран мертв, пишет Соловей. Видите, значит, все. Значит, и генерал СВР никуда не снимал свой пост. Вот я его читаю. Значит, сейчас его обновлю еще раз, посмотрю, сколько его там народа посмотрело. Да, значит, 334 тысячи. То есть, вот пока мы с вами говорили, там еще 10 тысяч посмотрел этот пост. Вот. И, значит, Соловей вернул. Праздник Соловей уже который год хоронит Путина. Ну, да, в общем, хоронит. Три года хоронит Путин мертвым. Соловей вновь пост выставил. Вот. Подвисаете, но ничего, прорвемся. А, ну, если подвисаю, ну, ладно, бог с ним. Да. Главное, что вы меня слышите. Я думаю, что голос слышно, а это просто видос, наверное. Самолет Аслана Ислямова on the ground for 59 минут в Шереметьево. Окей. Тиран мертв. Тиранов Путина. Нет, ну, у нас тиран, тиран самый главный. Мой отец из ФСБ только что приехал с работы, сказал, что собирали чемоданы недели на две. Так, чтобы собирали чемоданы недели на две. Окей. Значит, чего? Тревожные чемоданы, значит, будут на работе, значит, будут две недели сидеть, не выезжая, не выезжая с Лубянки. Это вот интересная информация, если правда информация. Да, вот это вот. Сейчас надо смотреть за, значит, за летаками, как говорят в Украине, значит, за самолетами, за переездами по Москве. Как там, значит, и, значит, и за спецслужбами. Как работают спецслужбы. А также московская милиция. Вот, кстати, у кого работают люди в милиции, в Росгвардии, то есть вот в таких местах. Давайте, колитесь. Значит, мем старый про Сайз ФСБ. Да, вот действительно. Ну, давайте, колитесь у кого. Амир написал, Путин жив и здоров. Ну, а у тебя откуда информация, Амир Кадыров? Тем более, с такой фамилией Амир Кадыров. Вот, в Москве действительно выпал снег. Ну, вот это проверено, да. В Москве ТЭЦ горело. Миллион с половиной сидят без отопления. Кенгулаев тоже постил, что Кадыров умер. Но, увы. И ФСБ, на самом деле, это спецоперация Путина. Умер его двойник. Все пока не знаю. Патруш совсем договорился обо всем использовании. Есть договорен со всеми фигурантами. Только что четыре машины в кортеже с мигалками и три машины ментов с мигалками заехали на территорию Кремля. Это в том числе было видно на веб-камерах. Вы видите, вот это интересная информация. Вот, если это информация. Но проверять, конечно, все надо, да. Пытаемся вам верить. Он умер, это реально. Да, окей. Ярославка на въезд долго была перекрыта. Пустили движение недавно. Да, но там могло быть и ДТП, и снег у вас там. То есть, так что, в принципе, все проверять надо. Выпал снег, значит, РФ очистилась. ФСБшники сейчас точно не в Ютьюбе сидят. Нет, там у них разделение труда. И поэтому есть ФСБшники, которые сидят всегда в Ютьюбе. А есть ФСБшники, которые никогда в Ютьюбе не сидят. Вот, как же проверить, какие там клоны. Ну, в общем, проверим. Завтра, конечно, будет. Какие доказательства будут представлены смерти Путина? Ну, если смерть, то рано или поздно надо будет сказать, что он умер. Вот, так что вот и будет доказательство. Кадыров в последний раз выступал, перестал говорить дон-дон-дон-дон. А, значит, это не настоящий Кадыров, да, если перестал говорить дон-дон. Или, может, ему операцию сделали на языке. Вот, что это самое. Отпишитесь, кто-нибудь из голода, Валда, есть какая-нибудь движуха. Да, или там деревни вокруг. У вас, может, интернет там все-таки есть. Вот, конечно. Вот самое интересное, конечно, это смеса события. Да, вот если там в Валдае какая-то движуха есть, то ее скрыть очень сложно. Сколько могут скрывать? Мы можем узнать только через 4 месяца. Все будет зависеть от того, что если они договорились по передаче власти, тогда скрывать не будут, тогда все сразу расскажут. Значит, и завтра все станет известно. А вот если не договорились, тогда будут скрывать, да, потому что пока надо будет договориться. Не верьте в бросу про пробки. Прямо сейчас смотрю в окно, трешка и шоссе энтузиастов пустые, машин практически нет. Окей, спасибо, да, за информацию. По Валдае раздается трупный запах, да, но это не инфа, это, в общем, наши эти самые. Борт, маршрут Дубай-Москва приземлился в 11.26, летак зарегистрирован на Пригожино. Вау, вот это интересная штука, да, это интересно. Проверим, конечно, надо бы проверить, но если это верно, то это, конечно, убойная инфа. Чуть-чуть до Хэллоуина не дотянул, да, веселые, да, конечно, недельку, да. Сергей, вы говорите, что эта информация о болезни специально была от словья генерала, и чего тогда про смерть. Ну, вот, я за что купил, за что и продал, да, значит, поэтому вы меня не объявляйте ни балаболом, ни лжецом, потому что я ничего не добавляю от себя. Я вот просто, так сказать, сообщил, что вот был такой пост, и поскольку пост такой был, и еще раз я вам зачитаю тем, кто не видел его, да. Генерал Исфер, внимание, в данный момент пост был опубликован в 21.41, но не знаю по какому времени, вот, черт его знает. В данный момент происходит попытка государственного переворота в России. Президент России Владимир Путин умер сегодня вечером в резиденции на Валдае. В 20.42 по московскому времени врачи прекратили реанимацию и констатировали смерть. Сейчас врачи заблокированы в комнате с трупом Путина, их удерживают сотрудники службы безопасности президента по личному распоряжению Дмитрия Кочнева, который находится на связи и получает инструкции от секретаря Совета Безопасности Николая Патушева. Дмитрий Кольчев – это начальник ФСО, да, генерал армии, бывший начальник личной охраны президента, а теперь он ФСО всем руководит. Охрана двойника президента усилена, идут активные переговоры, любая попытка выдать двойника за президента после смерти Путина – это государственный переворот. Вот такой был пост у генерала СВР, и вы понимаете, что когда он был опубликован, я не смог, значит, к вам не выйти и с вами не обсудить это сообщение. Вот, Соловей вернул пост в 0.31 с краткой подписью, вот, а сначала снял. Вот, Сергей, получается, что после Путина сработает система периметра, вот, а что это за система периметра, что-то напомните, я не помню, что такое за система периметра. Лебединое озеро. Я вот, кстати, вспоминаю тоже, 1982 год я учился тогда МГИМО, вот, и, значит, я, значит, это самое слышал и видел, как их хоронили, а потом их хоронили каждый раз и Андропова, и Черненко, и все это я помню, как все это дело проходило.